Здравствуйте, уважаемые трейдеры! К концу подходит очередная торговая неделя. Она в большей степени прошла под эгидой коррекции. Валютная пара евро-доллар еще в период 28 сентября перешла в стадию коррекции от локального минимума нисходящего тренда. В следующий счет курс евро укрепился практически на 5%, достигнув уровня паритета. После чего стремление покупателя поутихло, возник отскок цены. Стоит отметить, что еще 30 сентября, а точнее в минувшую пятницу, были опубликованы просто ошеломительные данные по инфляции в Евросоюзе, которые впервые в истории Евростата показали двухзначные значения, то есть 10%. Причина столь небывалых показателей кроется в резком росте цен на энергоносители. Но это опять же судить из доклада Евростата. Естественно, с ростом инфляции ЕЦБ продолжит ужесточение денежной кредитной политики, что приведет к продолжительному росту процентных ставок. Конечно, представители ЕЦБ с начала недели неоднократно давали свои комментарии относительно текущей ситуации. Все они очень обеспокоены ростом, столь стремительным ростом инфляции. Ну и естественно ссылаются на дальнейший рост процентных ставок. Что касается ФРС, то они также выступали в период недели, но ничего нового от них, как в принципе от ЕЦБ, мы не слышим. Все в один голос говорят о безумно растущей инфляции. Хоть в Штатах мы видим второй период подряд снижение инфляции, но они все равно говорят о высоком уровне инфляции. Ну как бы так и есть, инфляция даже в Соединенных Штатах, она очень высокая еще. И, конечно же, представители ФРС настаивают, даже не настаивают, а просто утверждают о том, что еще и еще нужно ужесточать денежную политику, то есть повышать процентные ставки. Но как бы, дама, по ФРС нам и так понятно, что повышение ставки и будет происходить, и будет происходить и в ноябре, и в декабре. Как бы даже обозначены у нас возможный объем повышения, это либо 0,75-0,5, либо 0,5-0,5. Здесь, наверное, знаете, будет еще что-то зависит. Вот сейчас у нас инфляция по Штатам выйдет как раз в середине месяца. Нужно на них посмотреть, если там и третий раз подряд будет снижение по инфляции. Возможно, ФРС уже будет немного иначе говорить о ужесточении денежной кредитной политики. Что касается, конечно, ЕЦБ, ну как бы там все без изменений. Там они будут повышать и дальше, и дальше просто зависит, как долго они будут повышать ставку именно такими большими-большими объемами. Ну, тем самым обратный ход по доллару США относительно уровня паритета, ну, это в каком-то плане рациональное движение. И тут нужно также обратить внимание на рынок труда, так как вот отчет EDP, опубликованный еще в среду, уже отразил рост занятости в период сентября на 208 тысяч, хоть прогнозировали меньшее значение. И сегодня же на рынке ожидают публикации доклада Министерства труда США. Ну, а там особое внимание будет удалено именно уровню безработицы, так как если она будет снижаться, я замечу, что пока прогнозы утверждают, что она останется на неизменном уровне, ну, если все же она снизится, это, конечно, вызовет большой спрос на долларовые позиции. И вот мы с вами хоть и уже снижаемся с вами от паритета больше, чем на 200 пунктов, но в этом случае мы можем и дальше покатиться. Я даже не исключаю, что мы покатимся куда-нибудь вот сюда. Как бы вообще не стоит исключать. Тем самым, да, у нас мы видим ценовые изменения очень большие. Здесь играет фактор как раз такого, знаете, высокого спекулятивного ажиотажа, когда мы с вами видим практически, ну, на многих инструментах, но в данном случае мы с вами конкретно так очень сильно разбираемся все время евро-доллар и фунт-доллар, мы видим, что активность очень высокая, спекулятивная активность очень высокая. Я предполагаю, что она и сохранится на рынке, эта активность. Тем самым, ну, как мы уже ранее с вами сказали, что если у нас будут предпосылки, и даже не предпосылки, а уже факты, снижения уровня визирования в Соединенных Штатах, ну, дальнейшее укрепление баксов. То есть у ФРС у него будет такой, знаете, такой козырь для СМИ, для финансовой общественности, что, ребята, у нас, как бы, рынок труда, он очень сильный, и все у нас замечательно. Как бы, это ужесточение, в принципе, в интернете, оно укладывается, все нормально. Если, конечно, бы рынок труда резко развернулся, бы стал уровень безработицы у нас расти, новых рабочих мест у нас так же сокращалось бы. Здесь, конечно, было бы, можно было бы задуматься. По вакансиям, которые публиковались во вторник хоть бы, да, там ситуация немного была иначе, они вот сокращаются, сокращаются очень сильно. Сильно. Будет ли это звоночком на рынок труда? Сейчас следы доклада. Но он смотреть. Смотреть. Сначала думал о том, что это, конечно, коснется. Коснется. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Сейчас, говорю, мы очень внимательно будем следить за докладом, который сегодня публикуется. В Москве это где-то в 3.30, не ошибаюсь. Понаблюдаем. Потому что пока, конечно, много факторов указывают именно на дальнейший рост доллара. Кстати, о перегреве коротких позиций, что так же, кстати, можно было бы говорить. То есть, короткие позиции по евро, да, это имеет место, если мы открываем какие-нибудь краткосрочные временные периоды, да, перегрев наблюдается. Наблюдается. Да, могло бы возникнуть там некое обратное движение, хотя бы выше, чем 0.9850. Ну, говорю, смотрим, смотрим. Пока вот таких движений. Видите, у нас здесь консолидация возникла после движения. Сейчас мы, видимо, консолидацию преодолеваем вниз. То есть, усиление идет коротких позиций по евро. Вообще, наверное, о неком таком восходящем цикле, об обратном возвращении цены евро к паритету, я бы, наверное, еще говорил после того, как цена вернется выше хотя бы, чем 0.9850. Вот если мы преодолеваем отметку, удерживаемся выше, то, конечно, все-таки стремление у покупателей, у покупателей по евро, оно увеличится. Увеличат все-таки шансы возвращения к паритету будут выше. Кстати, по валютной паре фунт-доллара, ну, дела обстоят немного поинтереснее. Ну, опять же, в плане информационного потока. Так вот, в понедельник, точнее, 3 октября, возникла крайне интересная информация правительства Великобритании, где говорится, что их ранее проработан антикризисный план, который, кстати, вызвал просто шквал критики, все же будет скорректирован. Точнее, будет отменен пункт касательно снижения налоговой ставки с 45 до 40%. Ну, на основе этой информации возник спекулятивный интерес на длинные позиции по фунту стерлинга, которые локально подстегнули курс фунта на 180 пунктов. Здесь вообще дела, на самом деле, еще интересные обстоят. Знаете, вот сейчас у меня хоть 4 часа, давайте откроем какой-то более низкий, хотя бы 30 минутный. Так, сейчас мы перейдем. Вот у нас это движение. И вы знаете, что самое здесь интересное? То, что вначале появился слух о том, что план премьер-министра, он будет скорректирован. И как этот слух появился, появился он в СМИ, на именитых изданиях. Сразу возникли спекуляции по фунту стерлингу. Сразу возникли, то есть стали наращиваться длинные позиции, понимаете. И уже через некоторое время появился на официальной страничке твиттера министра финансов. Комментарий о том, что да, они якобы там прислушались и поняли, и поняли короткий твиттер, и он там приложил такой некий там скриншот, о чем опять же имеется в виду. Да, вот оно. И вот оно, это движение. Вот оно. Она, кажется, с одной стороны маленькая, опять же, за то, что масштабы большие, но все это, ну, посмотрите. Ну, 180 пунктов. Это, конечно, просто движение. Вспоминаем, опять же, даже там, несколько лет назад, когда ковид был в активной такой фазе для финансовых рынков. Казалось, там движение, а здесь движение тоже вообще безумное, конечно, происходит. Ладно, давайте у него с вами на 4-часовой график. Давайте еще раз посмотрим на это движение, на это коррекционное движение, которое очень похоже, на какое вы уже потели внимание, что по евро, что по фунту. Все, в принципе, одно и то же. Коррекционное движение тоже имеет место. Действительно, коррекционное движение больше 1000 пунктов, это, конечно, просто, конечно, тысяча пунктов за... Просто это, получается, смотрите, с 26-го по 4-й. Просто 1000 пунктов за неделю. Ну, грубо говоря, ну, это, конечно, мечта спекулянтов, мечта скальперов, можно сказать так. Ну, в итоге, куда мы пришли? Мы пришли к району сопротивления, он ранее был нам уже известен, это 1.1410, а не 15.25. Как раз возле НИГУ мы и замедлили восходящий цикл, тот самый коррекционный, относительно НИГУ стало возникать вот это восстановление долларовых позиций. Как бы это было ожидаемо? Этот район был известен, знали. Здесь другой немножко момент был о том, что еще обсуждался такой нюанс, если мы находимся в стадии инерции, вот это восходящее, просто этот технический район, может быть, мог бы быть незамечен, но все же, наверное, он был замечен, как мы уже видим. Ну, здесь, опять же, я говорю, наверное, ряд факторов просто складывается в пользу доллара США, о чем мы с вами также уже говорили. Ну, и вот мы с вами видим, сколько у нас вот это восстановление по масштабу. Она у нас началась с середины недели вроде как бы. Здесь 5-го числа все-таки она. Ну, давайте посмотрим масштаб. Ну, смотрите, больше 300 пунктов. Сильно, сильно. Много, даже скажу так. И здесь, знаешь, наверное, ведутся люди, которые скажут, что, ребята, мы как бы в краткосрочных периодах уже наблюдаем перегрев коротких позиций по фонду. Да, это будет именно так. Но, я думаю, здесь тоже будет много, большое значение, точнее, иметь доклад Министерства труда Соединенных Штатов. Так что стоит за ним понаблюдать, посмотреть, что-то как. Потому что, как бы, доллар и здесь также может продолжить укрепление. И даже несмотря на то, что фунт даже на текущих значениях он еще перепродан. Ну, давайте с вами дневной график откроем. мы увидим, на каких уровнях мы находимся. Сейчас посмотрим, попробуем сам месячный график. Так, знаете, месячный график, наверное, не буду открывать. по одной простой причине, что здесь банально у нас нет подгруженных котировок достаточного, чтобы увидеть там уровни 85-го года. Ну, вы, как я уже ранее говорил в своем предыдущем видеообзоре, то, что мы с вами вот здесь обновили абсолютный минимум. Такого значения еще раньше не было у нас. И даже текущее значение. Значение, сейчас посмотрим еще раз. Потому что находимся ниже. Да, мы находимся ниже 2020-го года. То есть, тогда был у нас исторический исторический уровень. И сейчас мы тоже находимся в историческом уровне. Вот так, что так. Ну, завершаем наш видеообзор. По традиции, валютные пары доллар против японской иены. Где еще в начале торговой недели министр финансов Японии пугал рынок новыми валютными интервенциями. В итоге котировка все же задела отметку 145. Как я понимаю, что никаких интервенций так и не возникло. Как я понимаю, была просто вербальная интервенция. Об этих уровнях мы уже неоднократно говорили в предыдущем видеообзоре, что якобы вот этот район 145-146, он служит неким таким, знаете, сигнальчиком о том, что возможны новые валютные интервенции. Что именно на этих районах производится. Но как мы видим, что пока задевает. Ну, вы знаете, где-то я слышал тоже, не слышал, читал точнее, в СМИ некие выдержки из выступления министра финансов в Японию, что якобы речь идет о неком, знаете, таком, цельном движении, цельном движении, что Ена должна вновь стремительно начать дешеветь. В этом случае, то да, будет производиться новая интервенция. Исказили ли СМИ его слова? Это, конечно, нужно перепроверять все же. Ну, как уже ранее упомянул, что министр финансов, он говорит о новых интервенциях. Ну, посмотрим, как. Смотрите, давайте немножко с вами тайфрейм понизим. Посмотрим, мы видим, что у нас имеется характерное замедление. Все же участники рынка боятся, боятся возможных действий Центробанка. И, конечно, возможно, все же мы интервенцию увидим. Что в этих случаях мы делаем? Ну, интервенция приведет к чему? Правильно. Если интервенция возникнет, она приведет к инерционному нисходящему ходу. Конечно, этот инерционный ход, он будет локальный, но в крокосочном периоде времени мы как-то летим вниз. Конечно, можно попробовать ворваться в эту интервенцию, если, конечно, вам даст брокер это сделать. Второй момент. Масштаб этого движения инерционного. И, конечно же, насколько, чем он будет больше, этот масштаб, тем вероятность больше возникает, уникновение отката после такого стремительного движения. То есть, начнется откоп долларов в позиции. И здесь опять есть возможность, грубо говоря, немного прокатиться на движении. Вы знаете, такая, как, знаете, спекулятивная игра у нас получается. Работает напоследующее восходящее движение. Еще, помните, мы с вами неоднократно сами, еще, помню, летом сами говорили, что как бы идем-идем вверх-вверх-вверх-вверх. Давайте месячный график откроем, чтобы это лучше было видно. Мы говорили о пробоях всех исторических максимумов, то есть, 98-го года. Как бы эта стратегия, она, может быть, еще и актуальна на рынке. Но, говорю, ввиду последних обстоятельств и того, что все-таки они вышли с интервенциями, реальными интервенциями, этот сценарий, конечно, стал под угрозой, потому что интервенция, может быть, не одна, их, возможно, будет несколько. Эти постоянные сбивания, сбивания, мы уже с вами видели, они могут быть очень большими. Вот у нас предыдущая интервенция. Смотрите, 400 пунктов. Просто мы, грубо говоря, движемся, наша позиция подвижется на покупку доллара, она такая удерживается с перспективы некого периода времени, мы ожидаем в течение месяца, да, и вылетает эта интервенция, мы просто, если там стопы какие-то имели, они будут выбиваться, эти стопы. Это, конечно, очень опасный сценарий. Тем самым, наверное, все же по иене здесь уже такая, вот сейчас настала временная такая спекулятивная игра у нас. ввиду того, что ловим вот эти действия, эти заявления, прямые уже реакции правительства Японии. Катаемся на импульсах. Вот так. Ну, сегодня у нас все. Всем удачи и хороших выходных. До свидания. До свидания.